Доброй ночи. Ну я могу сказать, что вы просто крутые. Вы просто крутейшие. Слава Богу за вас. Вы настоящая экклессия. Я видела, ну вот сейчас, когда молитва шла, я видела, что Бог наклонил небеса и сошел. Он просто высвободил миллиарды ангелов. И последняя молитва, последняя корта, воскресенье, я видела, как рванули плотины жизни. И просто потоки потекли по земле. И я верю, что стадионы воскресенья не за горами. И я просто верю, что это высвобождается. Потому что реально здесь стояли стадионы. И все, кому вы помогали, всех за кого вы сейчас молили, всех, кто был обозначен, я просто видела, что Бог их брал в объятия свои. И как бы реально была сила. Воскресенье будет масса свидетельств. И я понимаю, что все люди пробуждения собираются. И вы здесь не случайно. Ваши молитвы, они мощные, они живые, они действенные. Когда молились за Элю, я видела, что конец этому фалосу настал и всем его последствиям. Вот прям конец. Вот реально. Ольга замолилась, я прям увидела, как секир башка наступил. Вот там просто вообще полный. Я когда у бока не была, я так и знала, что Ольги там не хватает. И вот она пришла, видишь, я тебя притащила на ночную. Так что все, Господь велик. И вот прям секир башка вместе с вами, потому что вы все творцы истории. И вы совершаете невозможное. И я прям смотрела, и я прям видела, как эта волна за волной она сходила. Бог слушает нас, у Него вообще никого нет, кроме нас. Мы единственный шанс. Если мы будем молчать, камням придется вопить. Ну, в общем, лучше мы. Поэтому я чувствую, что наш голос тут чуть-чуть под атакой, но это аннулировано во имя Иисуса. И голоса наши возвышаются, и мы будем говорить и возвещать, и петь, и ликовать, и танцевать, и утверждать Слово Господне во имя Иисуса Христа. Мы сейчас были в Белоруссии с 1 по 5, когда Ольга была в Германии, и у нас получился такой интересный мост. Мы жили в немецкой гостинице, центральная улица Минска строилась пленными немцами, там одни сталинки, и даже площадь Победы, как в Питере. Я говорю, от Питера никуда не денешься, полная синхронизация. Но главное, что до Белоруссии я была в Германии. И когда я приехала туда, я увидела, что мы в немецком этом отеле, и даже название городов, где я была, то есть не во всей же Германии была, а в нескольких. Настолько это была вот именно, что Бог соединяет Германию, Россию, Белоруссию. И я вот сейчас сделаю один пророческий акт, и вы сейчас будете смеяться. Мой муж мне сказал, привези мне Александрийский столб, всю душу вынул. Я бегала все магазины, говорю, где этот Александрийский столб? Короче, нигде не продается. И вдруг я его нашла, прям вот по дороге на ночную. Спасибо пастору Татьяне, уговорила меня зайти в один магазин. Я даже на Авито искала. Они не знают, где продаются Александрийские столбы. Слушай, ну я, в общем, купила два, думаю, до кучи. Еще сама думаю, зачем два, ну чтобы отстало от меня двойное помазание. Ну, в общем, смотрите, что получается. И когда мы были в Белоруссии, мы молились, и вдруг я в какой-то момент увидела, как Господь берет в руку Александрийский столб. И я увидела, что он им начинает вот так потрясать. И вместо него, вот там наверху ангел стоит, да, или что-то там такое. Но Бог убирает этого ангела и ставит орла. И говорит, время пророческой власти настало. Он тряс этим столбом в своей руке в Белоруссии. И там собрались армии, как в македонской армии, серебряные полки. И я поняла, что это сюда. И я сейчас передам торжественно Александрийский столб, как жезл потрясания для сбора союзных армий, для сбора власти, для сбора чудес и знамений. И это орел, это власть пророческая, это власть эклесии, это больше, чем власть ангелов, потому что ангелы подчиняются пророкам. И это жезл потрясания. Он был таким же легким, как сейчас ты его чувствуешь в руке Господа. Пропорция примерно такая же. Понимаешь? И Бог тряс, и армии собирались в Белоруссии. И собирались они с неба на землю. И Бог собирает своих генералов. И ему не важно, в какой капкан они попали. И Россия соединяется с Белоруссией. А там дальше с Германией. Дальше Бог будет озолачивать Израиль. И будет высвобождать Прибалтику. Будет высвобождать другие регионы, страны. Мы еще только не понимаем, но Он собирает людей славы. И знаете, чем был македонский хорош? Он брал земляков. И поэтому они были непобедимы. Они друг за друга шли горой. И вот тут тоже земляки съехались, собрались. Москва, Питер, прям кучки такие. И вот Он потрясает и собирает именно македонские колонны. Именно такие громные, мощные, ангельские, человеческие. И еще там произошло очень интересный момент. Я видела, что Бог говорит, перьями своими осенит тебя. Да? Знаете, такое у меня списание? Вообще кадр полный. Я была уверена, что это его крылья на нас опускаются. А я смотрю в резолюции, и вдруг вижу, что мы стоим в ангельских рядах. И нас отличить от ангелов невозможно. Мы покрыты перьями с головы до ног. Это наш камуфляж. И вот Он говорит, перьями своими осенит тебя. И под крыльями его будешь безопасен абсолютно. Не считаем, не сканируем, не достигаем, не пробиваем, неуязвимы. Я просто высвобождаю эти армии. Я высвобождаю это единение, это собирание людей славы воедино. Тех людей силы, которых ты приготовил. Это торжество ликования твоего, которое ты утверждаешь. И Бог укрепляет хребет. И Он поставил Питер. Питер, потому что Петр, ты камень. И Он поднимает этот гранитный столб, который стоит только под весом своим. И говорит, я собираю армии пророков, апостолов. Я собираю живых, живых генералов. И Ольга, как генералиссимус, я просто вручаю этот Александрийский столб во имя Иисуса Христа. Это пророческий акт. И я знаю, что это происходит, это началось, и это не закончится. И тайник Его силы в руках твоих, Он нарастает. Тайник твоей силы в руках твоих, Он нарастает. Бог распечатывает все грани, распадается всякое ермо, всякое бремя, все, что было неудобно нести. Бог говорит, я сам понесу, я сам потрясу, я сам наведу порядок, я сам совершаю невозможное. И я открываю двери, и я ввожу в новое, и я даю то, чего еще не было. А сидящая дома делит добычу, а сидящая дома делит добычу, а сидящая дома делит добычу, под защитой Бога живого. А сидящая дома, вау! У меня рука кипит, у меня так шесть раз жизнь накипела. Идет экипировка, идет снаряжение, идет высвобождение небесных, каких-то армий, соединений ангельских. О, какие-то мощи, 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 мощи от Бога. Хей, 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 хей! О, файл, Орд, Джизус! Файл, Орд, Джизус! Мне нужно остаток Илея быстренько. Остаток Илея. Мы делали конференцию в Москве. На этой конференции мне Бог сказал, возьми жезл, съешь миндаль, вдохни миндаль. И Он мне сказал, когда мы его загрузим внутрь нас, мы обретем сверхъестественную власть. Потом пришел сверхъестественный хлеб, сверхъестественная скрижаль, и прямо гора Хареф, и потом гора Голгофа, и золотой Иерусалим. Все это появилось на одном собрании, последовательно. И мне Бог говорит, миндаль – это мой семисвечник, и миндаль – это моя власть. Только семисвечник – это в золоте, а это в дереве. Причем неважно, какое дерево ты, свистит и будешь Богом. И потом ко мне подходит пара, откуда-то, в общем, из России, которые случайно оказались, и говорят, мы хотим вам вручить миндальное масло, миндальный елей. Бог водорствует над своим словом. И я передаю тебе, потому что это Божье Мое, ну это все, что осталось сегодня, конференция вся мазалась. Я сегодня помазала всех, кто приехал на конференцию к нам. Но это бодрость его, это его сила, это его мощь, и это он сам. И это его благоухание, которым я верю, мы благоухаем, когда мы как письмо читаем, и оповсюду узнаваем. Миндаль. И бодрствование, если есть в России где-то бодрствование, да я вообще думаю, на планете это здесь. Поэтому я с радостью передаю сюда, потому что ночные всегда мощные. И знаешь, еще стаджо, она держит, вот здесь корабль. Да, интересно. А я видела в Белоруссии, что Бог начал высвобождать корабли фарсистские. И я думаю, что-то фарсистские корабли и в людях, и за людьми. И оказывается, это золото и серебро. Они специализировались. Поэтому к сверхъестественной власти, к сверхъестественной армии это высвобождение кораблей фарсистских. И когда мы сюда приезжаем, вот здесь прямо на площади восстания корабли, и написано, привет из Петербурга. Они дошли, они доплыли, они совершили. И сейчас Ольга сама достает этот же корабль. То есть, понимаете, свидетельство двух истин. И что-то Бог производит сейчас очень мощное. И Господь отвечает, золото и серебро твое, обеспечение твое, власть твоя. Собираются союзные генералы. Благоухание твое. И будешь просто этим помазать, я не знаю, но может оно умножится, это масло во имя Иисуса. Араба шандала, араба хандера. Ну, в принципе, не закончится. Хорошая мысль. Во имя Иисуса. Но это что-то очень мега сильное. Потому что, когда я думала, что я увидела вот этот вот джезл, который надо было внутрь засунуть, сначала понюхать и съесть, да, взбодриться, потому что стражи сонные. Или зачем тебе власть, если ты спишь? Ну, реально, что тебе сонному с властью делать? Правильно? Вот бодрость. Бодрость папина. Вот прямо папина радость, папина глубина. Папина, я не знаю, мне кипит, вот здесь что-то высвобождается. Я поэтому ставлю. Я вижу толпы, 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 толпы людей, которые спасаются, освобождаются, которые реагируют на молитву, которые воскресают, которые оживают, которые активируются, и каждый идет своим путем, и каждый занимает свою позицию в Боге, и каждый начинает высвобождать то, что должно быть высвобождено во имя Иисуса Христа. Новое обмунтирование, новая экипировка, новое снаряжение, новая сила, новая мощь, новое откровение, новая глубина, новое дерзновение, несокрушимость, 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 обновление сил. Эй! 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 Аминь. Аминь. Эй. О-о-о. О-о-о. Аминь. Эй. Эй, 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 эй. О-о-о. Вижу, что цепи падают, аковы рушатся. Нет преград, которые смогут удержать Потому что Бог будет брать не сильное, срамить сильное Брать не мощное, срамить мощное И я вижу, что Бог просто напоминает, что ты его ковчег Что ты его ковчег, а когда ты двигаешься, он двигается Когда ты двигаешься, его слава двигается Ты вообще не одна, никогда И все, кто с тобой, никогда не одни И его ковчег, он движется, и его ковчег это мощное орудие Мощное орудие И сыны Ависовы, они покусились на то, чтобы открыть ковчег и что-то там посмотреть, 50 тысяч за один день. Просто умерли, потому что Господь не позволяет касаться своей святыни. Господь не позволяет касаться своих святынь. А она его святыня, она в нем, и он в нас. И ковчег приехал с нами из Израиля сюда. И я верю, что крышка открыта, и вся Россия, и вся планета начинает потихонечку касаться этой славы. И Бог начинает строить последнюю скинию, начинает ее с ковчега. И Он ищет ковчеги. И Ольга это точно самый мощный, сильный Божий ковчег. Сокрытая слава Божия на ней, в ней, через нее. И она умножается, она умножается, и она еще умножится. И не приключится тебе зло, и я за ней приблизиться к тебе. И не будет никакого поражения, но будет умножение, 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 умножение. умножение умножение и бог говорит я повелеваю воротам открыться и не затворяться и врата да не одолеют не одолеют не одолеют не одолеют шикара баба сам и я бассандору гумбара фаер и он говорит наступает время когда я вас даю в недра за все дары за все как бы труды за все время за посвящение и это воздаяние но превзойдет ожидание и большому кораблю большое плавание вижу небесные флотилии небесные эшелоны небесную славу которая будет течь как обеспечение не только фарсис но все что можно увидеть услышать почувствовать много хлеба еще одежда иосифа и я вижу что ключ проворачивается и есть три персонажа где в один день изменились их жизни да у иосифа из раба в царя у саула из пастуха в царя и у давида из пастуха в царя и я вот говорю что проворачивается ключ самоил уже пришел и уже эти лица в городе и все власти насторожились и что-то происходит это началось и это не закончится никогда 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 шебар оба хаяму 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 это второе имя хая это значит живая второе имя тайны хая значит живая живая хаяму шамбараба самбара ханда лебу 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 шабара фанэ мар андре брэ новый или и новый или на голове миндаль не важно что миндаль это его присутствие то он сам и столбик александрийский такой легенький в руке папы и в руке твоей во имя иисуса христа пророческая пророческая свобода активация армии и и обеспечения сверх меры которые господь приносит сверхъестественным образом боже он так любит вашу церковь он так любит этот город он так любит эту страну этот народ и он собирается сделать все что обещал и показывал его вообще не шутил ни на минуту и музей библии быть фаер и чудесам мега чудесам быть и что-то происходит и что-то началось камуфляжные одежды перьями своими осенит тебя как спецназ ангельский покроет тебя и не останешься в посрамлении но увидишь многие многие чудеса знамени я просто ощущаю что это новый виток новый уровень тебя прямо сейчас ободрило я прям вижу жезл внутри тебя растет он растет ввысь 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 и миндаля все больше и все кто с тобой встречаются просыпаются ты как таблетки как будильник как будильник славы рыба сам бара боба бодрость божия просто приходит власть божия и авторитет божий на других уровнях воет просто очень сильно во имя иисуса сейчас я вижу фонтаны начали работать колодцы засыпанные стали фонтанами колодцы засыпанные стали гейзерами и знаешь делать я закончил ха-ха я только начал бог говорит ха-ха я только начал и он несет всю эту поездку говорит люди будут ли кто эта женщина кто эти ха-ха это мой дух кто этим ахо это мой дух кто они что ли ха-ха это мой дух фаер это мой дух говорит господь это мой дух говорит господь я слышу слово реабилитация реабилитация невесты реабилитация женского пола и мужского реабилитация потому что это мой дух бог говорит реабилитация я поднимаю провозвестниц великое множество и наши мужчины спать ушли а тут отстали женщины в основном но мужчины тоже есть но многие ушли но провозвестниц великое множество мы провозглашаем бомбы посылаем облачная слава она просто течет течет вот это вот славы бомбические какие-то во имя иисуса ольга спасибо ваша ура баса не еще недавно с испании привезли ветку прям с готовым миндалем уже с орешками так что я думаю что это вот сочетание сюда же но мы что-то сделали сейчас александрийский стоп над белоруссией с орлом и причем над германией надо над кем еще там над литвой кстати белорусы оказывается литовцы наполовину там же царство было какое я так удивилась я всю жизнь думал что они русские честно говорю никогда не приходило в голову проверить что это польско-литовские люди так что там вся европа замеси во имя иисуса христа да то что европе никуда не деться и вот этот вот стол потрясания он причем активировал пророческие армии ангельские армии небесные армии земные армии и что-то начало происходить очень сильное во имя иисуса христа отец мы высвобождаем победу твою единение твою мощь твою знаете там такой интересный момент было не могу смолчать у меня вечные истории с душами вы нужны на слышали в общем у нас мы приехали в москву в ресторане дезинфекция тараканов травят на второй день приходим опять дезинфекция горючок каждый день их что ли троите и горячера не получилось сегодня нажимаем я говорю дайте хоть час но не общем далее приезжаем белоруссию три дня вроде все нормально гостиница вроде приличная вдруг они дезинфекцию устроили они воду в трубах короче химию туда залили говорят вечером не пользоваться утром тоже я если пользоваться 15 минут вылить а ты попробуй подожди 15 минут когда те хочется руки вымыть это вообще как оказывается испытание веры исцеляет болящего ну в общем я руки то пропустила все сделала потом поехала по делам возвращаюсь перед служением душ я забыла что душ надо тоже пропустить и где-то в середине понимаю что мой с кислотой все нормально с хлоркой и я думаю к интересным дух святой сказал возьми шампунь из москвы игру зачем он не нужен в отелях всегда есть тут как раз его не оказалось я думаю ну как и теперь из себя эту хлорку с керосином не знаю чем еще отмыть в общем я там пропускала не 15 минут как вы понимаете гораздо больше пока не стала пахнуть нормально ночью я продезинфицировалась пришла к собрании мама спрашивает волосы не выпали я говорю слава богу нет но это даже в голову не пришло проверить но что самое интересное поверье вашей будет вам вот я знал что мне ничего не повредит и выглядываю в окно там вороны пасутся штук 30-40 может быть 60 я не знаю клюют как как овцы вообще вот как здрасте их не было вчера и третьего дня тут они пасутся я в другое окно они там команда уже уехала на собрание и господь ну что будем делать колдовство или обеспечение обеспечение конечно с горы пророка или я тебе обеспечиваю вот они под пришли все больше их не было но это очень интересно какую сторону ты сталку и что ты получишь но я еще не видела чтобы вороны как овцы это что-то там одна или две сколько кормили илью я не знаю но это что-то какой-то знак был очень сильный и главное что я одну реально думаю вау господь ты обеспечиваешь своих пророков и бог дает сверхъестественную колесницу или для того чтобы подниматься в небеса брать что-то с небеса спускать это на землю но мне все время говорит что есть ну как иисус мы не можем вот так туда-сюда ходить да нам или я нужна была колесница и вот эта колесница появилась в абакане и там появилась как бы из руслана вышел ковчег стал на колесницу и за ним была слава и вот эта комбинация на мой дух взрывало я понимаю что ты ну руслан как прообраз священника ну то есть мы все это имеем и из нас сейчас идет какой-то сплав соединение помазаний с бог берет как бы помазание ли пророка соединяет с помазанием святого ковчега и со славой языки ля и это вообще нерушимый какой-то такой комбинация где мы поднимаемся куда-то где мы еще не были и для этого нам нужны странные сплавы масло из миндаля и нужны корабли фарсистские чтобы много золота было и серебра да и нужны столбы потрясания там как ну жезл до такой вот главное что пропорция совпала я даже вот не думала когда покупала но я знал что я что-то делаю вот во имя иисуса я это хотела вам высыпать чтобы знали что мы двигаемся в славе комбинации помазаний для молодежи бог приготовил славу самуила соединенную со славой языки для для нас бог приготовил нечто серьезнее до храмовая слава слава пророков и слова языки ляда то есть что то такое у вау и мы в теле будем подниматься и будем спускаться и он послал свое транспортное средство и она здесь во имя иисуса христа аминь да благословит вас господь сохранит вас до презрит на вас господь светлым лицом своим и помилует вас да обратит на вас господь лицо свое и даст вам шалом и я слышу новый сезон для тебя новый сезон новая слава новая сила во имя иисуса христа аминь давайте сейчас эстонию сюда и литву и эту финляндию тоже да за израиль там мы прошлый раз кстати не не прошлый раз прошла с меня не было молились где-то мы молились давай иди сюда сейчас молимся и тогда вот прибалтика и финляндия а потом танечка небесный отец я благословляю сейчас израиль потому что ты знаешь что там происходит и ты сказал смотреть на эту смоковницу когда у нее уже появились почки ветви появились листы и цветы и мы говорим миндали также является частью этого этой земли и мы принимаем господь смог вы мы принимаем миндаль мы принимаем все что там вырастает виноградные лозы с виноградными кистями во имя иисуса май хоманхайта витаплида фредес господь и над этой землей у тебя всегда внимательный взор остановлен ты никогда не оставляешь эту землю без своего участия и то что там происходит и знаешь и мы говорим земля 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 слушай слово господне господь вышел от чертога славы своей чтобы на тебе показать все о чем он говорил через пророков о чем он говорил через своих апостолов и потому ты израиль не будешь разделенным сарт царством больше май гата лавина флайзер это что попытались сделать разделив на этом флаге визду звезду давида а мы говорим господь объедини то что ты хочешь объединить объедини то что ты хочешь объединить кому он фатер мира кали варда гродос прейсис лаварда гутали пара ту либо сакюра герклида поликарда бладосом дух святой мы говорим израиль это место обитания славы израиль это место исполнения твоих пророчеств израиль это место о чем ты плакал когда уходил с этой земли и говорил о том о май холи фатер мерседейс ро если бы ты узнал хотя бы все и свой день что служит к миру твоему не пришел ли этот день чтобы узнать что служит к миру в этой земле господи пусть придет прозрение на уровне всех правителей на уровне всех решений которые принимаются отец мы тебе передаем все и говорим что ничтожны замысл врага а твоя воля состоится как дьявол проиграл на голгофе так проиграет в израиле проиграет до конца слава тебе мы просто делаем этот вердикт объявленным и говорим проигрыш врагу и ты господь выиграл свой народ ты его забираешь к себе и ты соединяешь соединяешь все что было когда-то языческим миром но стало христианским соединяешь с корнем от которого когда-то отломилась ветка израиля а сейчас она прибита и ты знаешь как сделать ее сильным и способным держать те ветки которые уже привиты к ней слава тебе за это господь потому что ты сказал не гордись но бойся потому что не ты корень держишь а корень тебя и мы это осознаем не мы и корень этот рождали а корень дал нам привиться и я благодарю тебя за это господь я благодарю тебя за всех апостолов я благодарю за всех пророков я благодарю тебя за слово твое которое там было дано израилю чтобы потом весь народ узнал что такое слово божье боже слава тебе за это и хвала тебе слава и хвала тебе слава и хвала тебе слава и хвала тебе возлюбленный благословенно твое имя благословенно твое имя израиль будь благословен Будь целостным И мир Божий да придет к тебе Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Слава Богу